Отец Александр, у нас сейчас идет Великий Пост, и в храмах очень часто читается молитва преподобного Ефрема Сирина. Я бы попросила вас прокомментировать некоторые слова из этой молитвы, чтобы она не автоматически выговаривалась, а с полным осознанием. Вот первая строчка – это «Правность и уныние». Дух праздности, ныне, любоначалье и празднословие. Да, не бездельничать, не унывать, а вот любоначалье и празднословие. Непонятно. Более подробно. И следующая строчка – это «Целомудрие» и «Смиренно-мудрие». Вот эти четыре слова, да. Непонятно, да? Хотелось бы услышать Ваше пояснение. Значит, это был реальный случай. Дело было вечером, делать было нечего. Несколько парней что-то приняли себе там такое. Вот дурманюще сидели и скучали. Потенциал большой, много всего. А уже так темнело. И хочется же как-то себя проявить, показать. И тут проходит женщина, которая им годится материал, два раза старше. И один умник говорит, да давайте это, ну, поразвлекаемся с ней. Вот. Ну, а все-таки, может, кто бы и не хотел бы, ну, а так как компания, плюс еще и уже не то состояние, да, не это самое, неадекватное восприятие. Ну, и они все совершили с ней непотребство. Она попадает в больницу в тяжелом состоянии, прилетает ее сын и прямо умоляет, мама, скажи, ну, ты же знаешь, это где-то, ну, кто-то близко, ты должна их знать. Они, наверное, с каким-то там соседним, даже, кто-то скажи, у меня ребята такие порвут и все. Ну, она долго не соглашалась, а потом сказала, что их было пятеро, шесты молты. Ну, сын не выдержал и покончил с собой. То есть не смог он гордость своей передать, это по городине. То есть, как бы сказать, к большому греху приложил еще больше греха. Хотя, ну, в принципе, мог бы, я думаю, я не думаю, что он о Боге не слышал, о церкви, но он не смог, да, вот это вот, как бы, не вынесла душа его. Вот такого смелости нет было, я не знаю, как. В общем, я и к чему хочу сказать, что делать было нечего. Праздность. Все начинается с праздности. Вот. Накапливается энергия, куда-то ее надо одевать. А когда некуда одевать энергию свою, начинается уныние в следующий этап. Праздность, уныние. То есть у него скука, скучно. А когда скучно, что хочется? Развлечься. Любоначали. Вот, что значит. Любоначали. То есть начало, ну, здесь имеется в виду нелюбви. Вот помните заповедь «не прелюбодействуй». То есть слово «любовь» — это не только вот «любовь», как мы понимаем, да? Слово «любовь» — это все, что доставляет удовольствие. Вот в чем особенность. Только если любовь правильная, если любовь неправильная. Вот понятно, что если человек не реализовал себя конструктивно, избыток энергии направляется, идет в другое русло. И человек начинает что-то там, чему-то пристращаться. А после этого, что он должен делать, когда человек становится как бы рабом своей страсти, получает от него ее удовольствие? Что он хочет сделать? А-про-дать себя. Правильно? Страсть оправдать, что это нормально. Начинается процессловие. Он начинает с кем-то спорить, начинает доказывать, рассказывать, как это хорошо, выгодно. Или что по-другому нельзя. Ну, это раньше было, а сейчас уже нельзя по-другому. То есть, сколько передач оправдывают разные виды любоначалия, в том числе извращенного? Сколько? Очень много. Ученый, медик, да? Очень много. Вот и называется празднословие. То есть, понимаете, не путайте, что празднословие может тоже быть умным. То есть, умное. Мы думаем, что если умное, значит, это не празднословие. Празднословие может быть тоже умным. То есть, праздное слово — это слово лишнее. Праздник. То есть, оно не рабочее, не действенное. Оно не нужно никуда. То есть, там много вариантов. Вот так вот, в такой хронологии построены вот эти вот прошения. Сначала вот. Почему праздность у нас в школе заставляли в несколько секций ходить? Две-три. Ну, там футбол, шашки, шахматы. Ну, кто когда, там моделирование. Чтобы не было времени лишнего у ребенка. Чтобы дурить. Ну, потому что, вот когда началась дурь, вот эта, не занятость детей. Особенно в больших городах. Вот тогда начались вот эти компании ходить, которые не знали, куда, что девать. Правильно же? И начинается там, там наркотики пошли, там то пошло, то пошло, банды и все остальное. Вот откуда? А когда человек вот, у многих народов, вот спартанцев, было такое? Ну, было, унывали дети ходили, унывали, нет? Нет. А думали они, покончат с собой, не покончат. То есть, это в наше время возникло такое, что дети думают, я суицидную, суицидную. Почему? Потому что праздность, приводящая к унынию. Ну, так как дети еще не могут так любоначальствовать, как взрослые, то у них вот и начинается такой дисбаланс. То есть, надо что? Занимать людей, то есть, себя занимать, чтобы дети все... Вот я не знаю, правда, не правда, но скажу то, что было, то, что я услышал. Я думаю, что правда, что скифы и сарматы, когда у них, они строили селение, а потом в этом участвовали дети. Когда вырастали внуки, начали подрастать, они разрушали или уходили в другое место. Чтобы строить по-другому. Ну, надо, чтобы внуки участвовали. Это считалось, что вот это есть, что условия для выживания, то есть, главное условие для выживания и процветания народа или племени. То есть, где праздность, там все рушится. Поэтому Ефрем первое, что говорит, дух праздности не дай мне. Потому что я не знаю, тогда у меня начинается все... Они же замечали, что даже святые, когда у них праздность какая-то была, не будут идти с отдыхом. Отдыхать надо. По-разному и общаться, все. Ну, именно праздность та, которая... То есть, ты не отдыхаешь и ничего не делаешь. То есть, ну, поняли такое? Вот тут начало... А энергия, она что-то все-таки накапливается? Я сижу, а энергия, она что... Я отдыхаю, и она куда-то девает. То есть, куда-то ее надо девать, скажем так. Вот. И вот это такое значение, как бы так, если кратко сказать. А следующая строчка, душа целомудрия, да, и так далее. Что такое целомудрие? Это целостность и мудрость. То есть, это вот, смотрите, когда руки, ноги, голова, уши, глаза, все части тела, сердце, печень, почки, они взаимодействуют друг с другом правильно, и каждый четко исполняет свою функцию. Так вот, целомудрие — это вообще полнота всего естества человека, где каждый, дух, душа и тело в гармонии состоят. Когда разум, чувство и воля тоже состоят в гармонии. Но если ум подумал, что вот надо мне сделать вот это дело, то воля, что... А сердце хочет, а воля действует. Понимаете, соответствует. То, что подумал, то и реализовал. Вот как у Бога. И сказал Бог, то есть Отец, да будет так, да будет так. Это Сын, Слово. Помните, вначале было Слово. И стало так. Это действие Духа Святого. То есть, прежде чем сказать, надо подумать. Ну, скажем так, мысль, дальше Слово и действие. И его действие должно соответствовать чему? Мысли. Представьте, как бы было прекрасно, если бы то, что мы думаем, имеется в виду из хорошего, мы могли реализовать. Это фантастика. Это благодаря греху у нас такого нет. Следующее. Это смиренно мудрее. То есть, нас упрекает в чем? Что мы размазня. Так говорят, что вы... Эта религия иудо-христианства придумана для... Чтобы народы, и особенно славянские, сделать из них тряпок. Рабов. Религия христианства, религия рабов. Почему? Ударили вправо, подставь левую. Смиряй, не протився злой. Ну, там можно повыревать цитаты. Да, но Господь же сказал, не давайте святыне псам, не метайте бисер перед свиньями. Это только людям можно подставлять щеку. А свиньям нельзя. И псам. Поняли? Это Господь о людях. Там вообще... Ну, я не рассказывал, какая история от этого, что это значит. Если человека подозревали в чем-то, его могли ударить левой рукой. Именно левой. Потому что по правой щеке можно только левой ударить. Поняли? Подставь левую. То есть, вот он ввел правая рука, а потом ввел вот так. Для чего? Это вот... Именно в прямом смысле это было. В прямом. Если человек уворачивался, значит, это прецедент, что... Ну, как аргумент весомый, что он виноват. Ну, правой рукой нельзя было бить. Она священная была, а левой можно. И смысл состоял в чем? Что Господь говорил, ты так живи и так себя веди, чтобы без всяких клятв, без ничего, когда даже если тебя и поведут на судьбу, да, и испытают таким образом, не уклоняйся. Подставь. И вот это будет доказательство, что ты прав. Само это, вот тебе только от одного вида, то есть твоя уверенность передаться без доказательств, своим твоим видом. Он говорит, вот старайся так жить. А у нас же прикрутили, даже не понимают, что это, к чему оно все ведет. А не метайте бисер перед свиньями, это же Господь ясно сказал. Не становись под одной геремощи с нечестивыми, зная, они даже до ада не исправятся. То есть к чему я это все говорю? Что смирение должно быть мудрым. То есть где-то надо смиряться, где-то нет. Например, Петр Петру сказали, мы же запретили вам учить это вот учение распространять о Христе. Говорит, мы же запретили, они имели право запретить? Имели, почему? Они начальники. В начальствующем народе там ясно и четко было. И в те времена вообще понятие ариархии, подчинения, это было, это не так, как у нас сейчас расхлябанность. Отец сказал, все все делают. А тем более власти. То есть за это могли и лишить жизни. То есть, ну тогда серьезно было. И он говорит, вы же по закону, тем более духовному, религиозному закону, вы же обязаны нас слушать. Говорит, и Петр что сказал? Да, согласен. Но надлежит слушать Бога больше, чем человеков. То есть я вас слушаю по закону, да, действительно, вы начальники, Богопоставленные, но здесь, когда Господь, когда вопрос стоит именно человеческое и Божье, то мы должны сделать приоритет в сторону Божьего. Если выбора нет, то там человечество, тогда другой вопрос. Но если Божье, понимаете особенность? Вот. Или как Павел, когда его ударил, один из, которые присутствовали, там его судили, он сказал, Бог будет тебя бить, стена подбеленная. А ему говорят, что первосвященника Божьего поносишь? Он говорит, простите, братья, не знал я, что он первосвященник. Ибо сказано в начальствующем народе не злословь. Вот это смиренно-мудрее. Но он почитал его как власть, но слушал все равно больше Бога, чем его. Поняли? То есть, как Господь сказал, и так, что они говорят вам делать, делайте, по делам же их не поступайте. То есть, то, что не противоречит Богу. Так вот и здесь, смиренно-мудрее, вот это вот именно, что мы просим, Господи, помоги правильно смиряться. Правильно смиряться. Понимаете? Где-то надо сказать слово, где-то надо отказать и так далее. То есть, где-то надо пойти на студию. То есть, нюансов много. Потому везде мудрость должна быть. В смирении должна быть мудрость. Но это уже идет после целомудрия, когда человек старается свое естество не растлевать. Растление естества своего это уже не смирение перед Богом. То есть, вот откуда смирение начинается. Сама жизнь человека тоже есть смирение. И следующее терпение. Ведь, понимаете, смирение, может человек смиренный, но нетерпеливый. Как это объяснить? Внутри он бунтуру, он кипит внутри. Так, внешне он так, из-за страха, может еще за... а внутри его прямо рвет. Понимаете? То есть, вот это вот... И либо он смирится, либо вот этот вулкан угасит, либо он взорвется. То есть, одно из двух. То есть, третьего он не может вечно быть в таком вулкану. Либо утихает, либо взрывается. Понимаете, в чем особенность? Вот так вот, я за что хочу сказать, что настоящее терпение, оно базируется на смирении. Настоящее, мудром смирении. Как Господь сказал, претерпевый до конца спасен будет. И терпение, видите, оно именно на мудром смирении. Вот фундамент. Мудрое смирение, потому что можно терпеть не то, что надо. Можно терпеть на вред себе и другим. То есть, не все, кто терпит, делают пользу. То, что я говорил вначале, на вот этих противоречиях, начинают нас критиковать. Ну, берут какую-то крайность, то есть, и знаете как, доказать, что если вот эта крайность плохо, значит, или это хорошо. Раз это плохо, значит, это хорошо. То есть, из одной крайности в другую. Знаете как? То есть, любая крайность, это плохо. То есть, надо находить золотую середину. И кто философский подкован, тот, конечно, на этом может критиковать христианство. Ну, а потом, после терпения, когда уже начинает человек в терпении, в чем особенность, что формируется положительное качество и раздробляется отрицательное. Стирается. Человек терпит, терпит страсть, если ее долго не кормить, как волка, вот волка не кормит долго, он сдохнет. Правильно? Или злой будет? Не, ну, все равно, если долго, он будет злой, но предел его злости, все равно, потом, как вот любая страсть, она тоже, она вот идет вверх, 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 потом пик ее, она взрывается, да, там, а потом она потихоньку утихает, потому что силы-то иссякают. Страсть тоже питается чем-то. И вот, если не кормить ее, то есть, вот особенность, когда человек терпит, правильно терпит, да, то хорошее качество формируется, плохие качества, как бы сказать, ослабляются. И это приводит к чему? К любви. Третье, дару и мезреть, и моя пререшение не осуждать. Вот мы все хотим не осуждать. И многие люди чувствуют большой дискомфорт внутри себя, когда осуждают других. Потому что судья у нас только один. Правильность судить, это осудить поступок человека, но не человека. Понимаете? Это у сатаны поступки, и он одно и то же. А многих людей это просто, ну то есть, надо это понимать. Так вот, для того, чтобы не осуждать, а мы все хотим, вот как не осуждать? Вот все время спрашивают, батюшка, ну как, ну вот как, не получается, если тут исповедуюсь, не получается. И молюсь уже Богу, там уже поклон, ну не получается. Так как вначале сказано, даруй зреть и моя пререшение. А потом не осуждать. Ну что, если ты не видишь грехов своих, ты не можешь не осуждать. Ты даже не будешь хотеть, ты все равно, естество будет твое осуждать. Ты будешь плакать, ты не будешь хотеть, как Павел писал, говорит, то, что ненавижу, то делаю. Вот так говорит закон греховного естества. Говорит, что ненавижу, бедный я человек. А когда ты видишь свои грехи, когда ты, вот человек лежит на смертном огре. А, ну что, доигрался? А, там, ну допрыгался, нагрешил, вот теперь, говорит, а когда ты осознаешь, что ты тоже лежишь на огре, и ты умрешь, ну там на минут пять, ну дольше поживешь, чем он. Уже же не хочется его... Он уже брат твой. По несчастью. Понимаете, вот когда ты осознаешь, что ты такой, что ты такой, что ты не лучше. Понимаете? Ну да, говорит, вот у меня, я не такой, как ты, потому что у тебя кто, что больно? Печень? А у меня сердце. Ты от печени умрешь, а я от печени не умру, я от сердца умру, от болезни. Ну то есть, а потом же доходит до человека, слушай, а какая разница, от чего я умру, все равно умру. Мы все равно все умрем, ну если, имеется в виду духовно, мы все умрем, от любого греха, если его не остановить. А он в вечность, то есть, это потенциал, который направлен в вечность. Как добродетель, так и грех. Понимаете? Почему нельзя юридически простить, Бог не может нас юридически простить. Потому что это не юридическое, ну как бы сказать, вот такой у нас мирской подход, юридическое нарушение. Понимаете? Тогда что? Ну сколько ты там нагрешил, настолько ты наказание получил, там или компенсировал. Ну вот как вот, знаете, в тюрьме попал, можно на откуп, можно там чем-то другим. там работой, или сидеть несколько лет. То есть все. И на свободу с чистой совестью. Но в духовной жизни не так, потому что человек спасается не страданием, не наказанием, а чем? Исправлением. И исправлением. Вот. Два разбойника было на кресте. Один покажется, другой нет. То есть обои страдали. Одинаковые условия. Один и тот же Христос между ними. Где Бог? Где ты? Где ты есть? Мы страдаем, где ты есть? Так он же Господь, рядом возле меня. Понимаете? Как по праву, как по левую сторону. То есть Господь рядом, оказывается. Просто что... И вот один разбойник, тоже тот хулил, благоразумный, поначалу. Вот. А потом дошло до него, когда Господь сказал, прости мочи, ибо не ведай, что... Оставь мочи, ибо не ведай, что творят. И до него даже как это можно так? То есть он понял, что это не просто так. Это человек, который добровольно пошел, не за грехи свои, как они, не за это. Он пошел добровольно, он мог. То есть, Боже, Боже, да как ты? Да тут хочется всех их гром послать. Всех... Они еще смеются тут. При том, что разбойники, они не страдали так. Их не били так, как Христа. То есть они просто привязали. Понимаете? А Христа еще и прибили. То есть там совсем было намного больше. Понимаете? Так вот особенность какова? Что мы спасаемся тем, что исправляемся. Потому просто так грех, он не может так прощаться. Такой подход неправильный. Так вот, когда я вижу свои грехи и понимаю, что... Как вот Павел писал, бедный я человек, кто избавит меня от греховного жала, плоти? Вот жала, которая смерть, смертоносная, когда он понимает, что я вот сколько ни стараюсь, все равно закон, даже мне нравится закон Христов, а все равно в моих частях тела я вижу закон другой. Противоборствующий закон. Говорит, кто избавит? Я не могу. Он говорит, ну то есть, дает понять, я не могу. Сколько он там пол античного мира просветил, куча посланий написал, такие чудеса творил, откровения, до третьего неба был взят. С Господом напрямую общался. Кто избавит? Говорит, никто, кроме Христа. Слава Богу, что без Христа они не могут. Когда человек это осознает, что он безнадежно больной, спасения ему нету. Нет никакой надежды на его только что, благо, что Христос дает в это самое. Тогда уже и осуждать никого не хочется. То есть, надо сам прецедент осуждения выбить. Понимаете? Корень подрубить, тогда оно, дерево засохнет. А так, ну, рубай, не рубай, оно все равно расти будет, расти, расти. Кто знает, что такое бузина, там, или слива на огороде, если кто знает, да? Ты вот сколько ростки вот эти вот нет, оно все растет и до бесконечности. Пока ты корень не выйдешь, не выйдешь, вот так вот и здесь. Продолжение следует...